Это проект Смотри Хабаровск, в студии Дмитрий Павленко. За фейки о работе госорганов и вооруженных сил в тюрьму. Вступили в силу поправки в уголовные и административные кодексы. Что и где можно, о чего нельзя говорить и писать. Обсудим сегодня в нашей студии заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Хабаровску Руслан Игнатьев и помощник прокурора Хабаровска Антон Карин. Здравствуйте. Добрый день. Первые случаи правоприменения вот этих норм в Хабаровске уже есть. Их несколько, ну пока еще единичные, но тем не менее. Что это, вот чуть позже хочется прямо уже детально поговорить, но для начала вот эти поправки. Уголовный кодекс, 207 статья, 20 административного кодекса. Что изменилось, вот что они внесли, чего раньше не было и что появилось? Да, как вы уже сказали, я уточню, 4 марта настоящего года вступили в силу федеральный закон о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс Российской Федерации. Данными нормативными актами введена ответственность, соответственно, в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 20.3.3 и статья 20.3.4. И в Уголовный кодекс, соответственно, статья 280.3, 284.3, а также 207.3. В связи с чем и что нового, все у всех, естественно, конечно, на слуху и самая главная новость – это проведение военной спецоперации российских вооруженных сил. Очень большой поток информации с различных источников, в том числе и с иностранных. Дабы не поднимать излишний ажиотаж, панику, исключение недостоверных сведений, так называемых фейковых сведений, законодателям было принято решение ввести ответственность. В частности, статья 20.3.3 – это публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил в целях обеспечения международного мира и правопорядка и обеспечения интересов граждан Российской Федерации. А также призывы к введению мер ограничительного характера в отношении граждан Российской Федерации, должностных и юридических лиц Российской Федерации. Следует отметить, что данные статьи, повторное совершение правонарушений, предусмотренное данными статьями, уже будет предусматривать уголовную ответственность. Повторное считается правонарушение, совершенное в течение одного года, в течение одного года – это важный момент, в течение одного года, с момента вступления в силу «Постановление по делу об административном правонарушении, за которое лицо привлечено к административной ответственности». Антон Михайлович, ну, если, в принципе, да, какая-то такая пояснительная вводная часть, почему это произошло, понятно. Но мы, в народ это ушло все как законы о фейках, наказание за фейки. Тут важно как будто бы еще раз объяснить, а что является фейком, что является, что нет. Из какой-то общей повестки понятно, что есть официальные данные Минобороны. Все, что не подтверждается Минобороны, является фейком. Вот если коротко, то так. Да, ну, я хотел обратить внимание еще раз на статью административного кодекса 20.3. Не каждое действие, касающееся использования вооруженных сил, будет влечь административную ответственность. Диспозиция данной статьи звучит именно публичные действия. Во-первых, это должно быть совершенно публично, а также действие направлено на дискредитацию. То есть это ключевое слово в данном случае – дискредитация. То есть всем понятно, что это будут те действия, которые с негативной оценкой действий вооруженных сил. Я подчеркиваю, это важно очень. То есть не любой фейк, не любая информация. Это что касается вот в части использования информации вооруженных сил. Обращаю еще одно внимание, что статьей 207.3 Уголовного кодекса уже введена сразу административная ответственность, которая не дублируется, кстати, не дублируется, как предыдущие, а административной ответственностью. А сразу наступает уголовная ответственность за, и опять же, статья звучит так, распространение, публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. То есть это должно быть публично, публично, да, это, ну, в данном случае чаще всего это информационная сеть интернет, сейчас является это публичной, это будет где-то в общественных местах, наверное, это тоже будет публично, естественно. Вот, и ключевой здесь, да, момент, это заведомо ложная информация. Опять же, я начал свое выступление с тем, чтобы и законодатель почему ввел эти ответственности, чтобы все-таки фильтровать, свести к минимуму вот этот поток информации, поток информации введения людей в заблуждение об этой спецоперации. Поэтому сразу предусматривается уголовная ответственность. Ну, смотрите, и там, если сравнивать, да, то какой-то общий знаменатель выводить, за что может последовать наказание? За публичное, за дискредитацию, публичную дискредитацию и заведомо ложную, то есть, да, вот это обязательные условия. Да. Те, Руслан Мирич, к вам вопрос, те дела, которые уже сейчас либо рассматриваются, либо уже где вынесены какие-то решения, сколько их? И о какой ответственности идет речь там и за что? Ну, нами, получается, усилены места массового пребывания граждан наружными нарядами. В результате было задокументировано 7 таких составов, 20.33. Вот, все 7 составов находятся в судах, 3 из которых уже рассмотрены, назначены наказание на общую сумму 75 тысяч рублей. 4 материала, даты назначены, будут рассмотрены, ну, позже я вам сообщу. За что? Да. Это в основном люди с лозунгами, люди с плакатами в местах массового пребывания граждан, опять же, это путем постоянного мониторинга интернет-ресурса, мы устанавливаем места таких возможных в проведении акций. Вот, люди там появляются с плакатами, различного рода плакаты, различного рода фразы там прописаны, но, как правило, это... Это то, что публичная дискредитация и завета моложна. Ну, два случая, это... Ну, один из того, что вы перечислили, один это пикет на Комсомольской площади, один на площади Ленина, еще один тоже где-то в публичном пространстве, это офлайн происходило, да, это не в интернете? Не в интернете. А интернет-пространство, что там? Там пока вот призывают именно выходить, именно участвовать в этих акциях, определяют места, время, вот именно в этом месте, в местах, да, и появляются эти люди. Ага. Удается ли найти тех, кто через интернет это все делает? Проводим мы проверки в настоящий момент, поэтому, ну, очень большой комплекс мероприятий, пока это не так все просто. Хочется еще поговорить о том, ну, все-таки, где вот эта граница о том, что мне и где можно говорить, а что нет, что наказуемо, что нет. Вот эта публичность, что понимается под публичностью? Если я, не знаю, разговариваю где-то в разговоре с друзьями, кто-то произносит, вот мы просто узкой компанией на кухне собрались, и обсуждаем. Естественно, как делают это все по всей стране, мимо этой темы невозможно пройти. Является ли это, ну, публичным? Наверное, вряд ли. Да, совершенно верно. Конечно, разговоры на кухне, обсуждение там в кругу друзей, семьи, если это не в общественном месте, ну, публичность подразумевает под собой все-таки публичное место. Как сказал Руслан Борисович, если это будет обсуждено, да, и были обсуждения это на Комсомольской площади, на площади Ленина, в общественных местах. Да, любая улица, в принципе, любой торговый центр у нас, это является общественным местом. Вот, подобного рода разговоры, опять же, я говорю, что если они будут нести негативную окраску, иметь признак дискредитации. Или призы, опять же, тут можно по-разному рассуждать, можно по-разному, так сказать, разговаривать. Если вы разговариваете в коллективе, в каком-то даже на кухне небольшом, и говорите, давайте завтра выйдем на площадь и будем освещать такие-то, такие-то новости, ну, там, которые неправдоподобны, либо дискредитацию вносят в общество, и туда люди выйдут, это, ну, тоже является нарушением и будет квалифицировано. Если, у меня просто был такой случай, в одном из заведений общепита, мы с товарищем поспорили на эту тему, ну, не столько про саму спецоперацию, сколько про какие-то исторические контексты, в общем, про это мы говорили. Говорили достаточно громко, я думаю, что слышали все в зале, там, условно, человек 20, заведение общепита. Является ли это публичным уже? Да, это, скорее всего, это будет публично. Конечно, раз этот разговор вышел за рамки вашего разговора с вашим собеседником, уже люди про это слышат, наверное, не обращают внимания на это. Поэтому, я так думаю, здесь возможно рассмотреть вопрос, то есть признаки, признаки правонарушения имеются. Единственное, у нас законодательство все-таки, в том числе и по этим статьям, предусматривает процесс и систему доказывания. Данные состава рассматриваются в суде. Суд, естественно, руководствуется своим внутренним убеждением, а также совокупностью доказательств уже будет принимать решение. Ну и хотелось бы сказать, что все равно при, так сказать, малейшей неподтвержденности этих данных, лучше этих разговоров не иметь, ни более в публичном месте, потому что каждый такой факт, он подлежит проверке, и в любом случае придется что-то объяснять и каким-то образом оправдываться. Когда вообще вот речь про введение, про новинки в законодательстве, слышал еще такую логику, мол, у нас же в стране презумпция невиновности, и если я что-то говорю про вооруженные силы где-то за границей, еще что-то, то, чтобы меня обвинить, нужно доказать, что этого не было на самом деле. Но чтобы это доказать, нужно как будто бы проверять данные Минобороны, что ли. А это невозможно, потому что там гостайна и прочее, прочее. Как прокомментируете? Нет, ну, во-первых, у нас, кто следит за новостями, ежедневно официальный представитель Министерства обороны достаточно подробно рассказывает о ходе спецоперации, конечно, без лишних каких-то, может, стратегических моментов в плане ведения боевых действий. Но в целом наши отечественные СМИ достаточно подробно рассказывают о проведении спецоперации, поэтому я считаю, достаточно людям информации, достоверной информации о проведении спецоперации. Поэтому какие-то разговоры или подача информации, которая идет в разрез с официальной информацией Министерства обороны, я так понимаю, это будет являться правонарушением. То есть тогда, получается, фейком является все, что не соответствует данным Минобороны, и если чего-то Минобороны не говорило, значит, юридически, если я говорю что-то, о чем Миноборона вообще никогда не упоминала, это тоже будет фейком в данной ситуации. А если через время выяснится, что все-таки это происходило? Ну, это, опять же, я же говорю, касается процесса доказывания. То есть лицо привлекаем к ответственности, у него есть право на защиту, это гарантированная Конституция Российской Федерации, право на защиту, где он также может представлять доказательства. Я еще раз говорю, у нас, как вы правильно сказали, презумпция невиновности. Он будет представлять доказательства опровержения своей вины. Судья, естественно, будет все взвешивать и принимать решения в совокупности. Те семь случаев, которые уже были, которые сейчас рассматриваются, три решения вынесены, еще четыре. То есть это исчерпывающий перечень. Говорить о том, что где-то какой-то случай, в каком-то случае человека оправдали, пока мы такого, ну, факта не было. Нет. Пока еще не было. Вернемся все-таки к ситуациям, в которых возможно правоприменение. Написал пост, выложил пост со ссылкой на иностранные СМИ. Для меня это достаточно, ну, вот то, что сейчас происходит, лично для меня, как для сотрудника СМИ, иногда как-то больно бьет, что ли. Потому что лично у меня есть в голове представление о западной журналистике, о школе британской журналистики, что это одни из лучших. А потом, вот сейчас мы понимаем, что происходит информационная война, и даже англичане, на которых мы когда-то равнялись, они допускают. Как бы некоторые факты где-то умалчивать, где-то опускать, где-то еще что-то. Но, тем не менее, это ведь тоже закон о СМИ. Средство массовой информации чем отличается от блогеров? Они должны отвечать за свои слова. И так же наверняка происходит и в западном мире. Но если какой-то человек берет информацию западного СМИ, подразумевая, что значит, эта информация проверена, иначе, ну, там же уголовное, может, до уголовного преследования быть, и верит этой информации, и размещает где-то, а она в итоге не совпадает с версией Минобороны. Вот такой пост, репост даже в какой-то социальной сети, он является поводом для того, чтобы провести в отношении меня проверку, если я такое сделал. Да, естественно, как вы уже сказали, идет информационная война. Действительно, зачастую иностранные СМИ, ну, как уже показывает практика, не совсем, мягко говоря, достоверно освещают события происходящие. Как уже неоднократно это и подтверждалось, и руководство страны на это обращало внимание. Поэтому в данной ситуации ссылаться на иностранные СМИ я не рекомендую никому. Ну и опять же, все равно, если вы это сделали, будет проводиться проверка, если человек уже был замечен, так скажем, дискредитацией вооруженных сил, либо другим каким-то образом пытался навязать свою точку зрения, то, естественно, здесь уже будет доказательная база каким-то образом сформирована. Если действительно человек заблуждался, нигде никогда не участвовал, никаким образом эти моменты не поддерживает. То есть оступился, скажем так? Ну, конечно. В каждой проверке здравый смысл присутствует. У нас пока еще не было именно уголовных решений, да, вот по уголовному кодексу за дискредитацию и прочее. Ну, как я уже сказал, да, основным признаком, да, и условием привлечения к уголовной ответственности это истечение одного года. То есть, соответственно, если статья введена с 4 марта... То есть уголовное наказание, оно за именно повторное будет, да? Да, да. Кроме, кроме, кроме статьи 207 прим. 1, как я уже в начале своего выступления обратил внимание, что за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил предусмотрена сразу уголовная ответственность. Ну, здесь еще и из корыстных побуждений группа элит по предварительному сговору, лицо с использованием служебного положения. Это уже квалифицированные признаки, это уже более... Это отягчающие. Отягчающие обстоятельства. Это уже отягчающие обстоятельства, да. Вот... Вот эта вот история про границу, где уголовное, а где административное, это вот все-таки только про именно вооруженные силы. Потому что я сначала, когда читал и знакомился с законами о фейках, там, в принципе, было про госорганы. Ну, то есть у меня в голове госорганы, это и про Министерство иностранных дел, и про консульство посольства, и прочее, прочее. У нас мы говорим о том, что сейчас за дискредитацию и ложные сведения только действий вооруженных сил. Вооруженных сил. Все. То есть, как бы, круг тоже здесь четко очерчен. Если как-то подводить итог, вот чего можно, чего нельзя. У нас, как, если ничего не путаю, диспозитивная правовая система, или как правильно говорится, уже забыл, разрешено все, что не запрещено. Мы по этому принципу, у нас законодательство работает. Как? Я чуть-чуть поправлю. У нас есть сфера законодательства, есть гражданская сфера законодательства, вот о чем вы сказали как раз-таки. К ней применим принцип вот этот, разрешено все, что не запрещено. А есть сфера, так называемая, административная сфера правоотношений, это там принцип другой действует. Разрешено только то, что дозволено. Если вот исходя из такого принципа, как тогда себя вести нашим телезрителям, чтобы в обсуждениях, чего говорить, чего не говорить, что писать, как себя вести, чтобы в итоге не заиметь проблем с законом? Ну, здесь, во-первых, как мы уже в ходе разговора пришли к выводу, что, естественно, на публике стоит однозначно воздержаться от обсуждений каких-то высказываний вообще этой тематики, на публике вообще высказываний. Это самый главный, потому что по всем признакам правонарушения правонарушения, публичность, она присутствует. Это самый важный признак. А также все-таки вопрос достоверности. То есть все-таки надо, если даже разговаривать, то только используя исключительно достоверные сведения, проверенные, автор которых уверен в этих цифрах, либо событиях, либо каких-то еще вещах. Семь случаев на данный момент у нас зафиксировано. Очень хочется, чтобы эта цифра все-таки не росла. Действительно, информация просто, наверное, вместо вывода, что ли, спецоперация, какие-то боевые действия, это всегда параллельно еще идет и вот эти информационные войны, в которых тоже нужно понимать, что часто участники этих действий, они руководствуются принципом на войне все средства хороши. И когда... Для меня откровением этого утра, наверное, было, что мариупольский роддом, иностранные СМИ растиражировали, что был авиаудар, Россия нанесла. Сегодня утром появляется видео девушки, которая была на этих фотографиях, из Донецка, блогер, если не ошибаюсь, из Мариуполя, которая говорит, что нет, она о иностранном СМИ говорила авиаудара, но она не слышала, что... И она просила вообще ни фотографии не выкладывать, она просила, что там, когда военные зашли, что они там еду у беременных чуть ли не забирали, но про это никто никогда не... Ну, в иностранных, западных СМИ не говорил. Двойные стандарты, как к ним относиться, если они присутствуют, это, наверное, тема другой беседы, но да, информации очень много, не надо доверять всему, нужно проверять, тем более, что законодательство очень настаивает на этом, в виде каких-то уголовных административных последствий. Спасибо большое за эту беседу, надеюсь, нашим телезрителям будет... было полезно. Друзья, будьте осторожнее, соблюдайте законы. У нас в гостях были заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Хабаровску Руслан Игнатьев и помощник прокурора Хабаровска Антон Карин. Это был проект Смотри Хабаровск. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили, все материалы и этот эфир в том числе можно посмотреть на нашем сайте хабаровск.тв.ру Меня зовут Дмитрий Павленко, я с вами прощаюсь. До свидания. Дмитрий Павленко, Дмитрий Павленко,